В этом видео мы поедем в парк Нонгнуч. Найдем в нем Стоунхендж, огромных динозавров в натуральную величину, необычные скульптуры, самые большие кактусы, которые мы видели в жизни. Посмотрим на слонов, расскажем, как заплатить за входной билет почти в два раза меньше, чем он стоит на кассе. Купим гречку в Паттайе и расскажем, сколько она стоит. Вот оно, близкое сердце у вилочки. Сходим в лучший безлимитный буфет, где объедимся мясом и морепродуктами. Нас оштрафовали в безлимитном буфете за то, что мы мало съели. Также посетим в салон красоты и узнаем, что из этого получится. Все это и многое другое вы увидите в этом видео. Вы на канале по странам. Нас зовут Соня и Боб и мы уже 15 месяцев в кругосветном путешествии. Наша цель 100 стран и Таиланд это десятая страна из нашего списка. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Мы начинаем. Классика. Заехали перекусить, взяли треугольнички в 7-Eleven и нам сейчас их прямо здесь приготовят, чтобы у нас были силы носиться по парку. Если вы никогда не были в Таиланде, то вам стоит об этом узнать. Вот. Это просто рай готовой еды в 7-Eleven. Мы очень советуем вам попробовать вот эти треугольнички. Это тост. Мы берем вот эти из круассанного такого хлеба. Похоже на слоечку. Стоит обычно 32 бата, но сейчас по акции они продаются за 29. И вы берете такой вот прекрасный треугольник, идете на кассу, покупаете и просите его там себе разогреть. Получается очень вкусно. И прямо на кассе также к треугольничку вы можете заказать себе кофе. Тоже неплохой достаточно кофеек. Можно заказать также холодный кофе, можно горячий. В такую жару, конечно, холодный кофе очень классно освежает. Просто посмотрите, это хлеб с маслом. Хлеб с маслом с сахаром. Я так в детстве обожала делать. Если вы так тоже делали в детстве, поставьте лайк этому видео в любом варианте. Все, и идем довольные с треугольниками поглощать их на лютой жаре. Где-то там ребята ждут, остановились. Ждут свой заказ. Они, кстати, прикольные. Получается, что они не сильно запотевают, потому что они кладут его в бумажный пакет, а потом уже в пакетик. Поэтому все, с полу с жару как будто только что из духовки. Смотрите, что приготовила. Довольная. Довольный. Самое время заправиться. Заезжаем на заправку в Шелл. Выглядит все цивиленько. Прям есть и кафешка, и заправка, и туалет, и магазин. В общем, вообще, все какая-то. Hello! Привет! Ты такая вот очень милая заправщица. И сразу здесь касса. Вот прям сразу. Бензин стоит 49,59. Это 95-ый V-Power. У нас попросили 250. Заправились до полного бака? Ну что, давайте теперь посмотрим, как выглядит такая заправка изнутри. В общем-то, очень похоже на наши заправки. Смотрите, здесь есть такой кафетерий. Называется Телли Кафе. И здесь разная выпечка, сухари какие-то с чесноком. Очень приятное дыхание будет после. Разные маффины. Выглядит все, ну, нормально. Очень даже цивилинно. Попучина стоит 60 ватт. Большой, 12 ОС. Все время забываю единицы измерения. А маленький 55. То есть, в целом, салон Левом также стоит большой. Ну, а так что сильной наценки нет. Что есть приятно. Музыка Почувствуйте разницу, друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, совсем другие цены А, кстати, арбузик тот, который на пляже спаривали за 500 Здесь стоит 250 Очень даже классно Кстати, арбуз клевый, мне нравится Огромный выбор Здесь, смотрите, есть облачка с радугой Мы такой, наверное, не будем покупать Есть огромная мороженка А какулу будем покупать? Какулу точно не будем покупать Никаких какул О, смотри, вот есть с дольками арбуза Тоже прикольно Она вся туда помещается Ребята, мы нашли, короче, магазин мечты Мы искали его по всему По всей Паттайе А здесь нормальные цены И смотрите, какой огромный выбор больших кругов Если кому-то интересно, спускайтесь в описание Я здесь геоточку поставлю И черепаха, смотри, какая крутая Ну просто загляденье А что мы купили, вы увидите По-любому увидите Мы купили утку Сторговали еще 20 бат И купили ее за 570 Вот такую вот огромную утищу Мы купили за 570 бат Повторяюсь, но как есть У нас теперь есть утка Покажите свои радостные лица Смотрите, какой классный есть маленький бассейн с динозавром Боже, какая прелесть Очень классно Очень А еще в этом магазине есть Такая вот замечательная собака Пока-пока, собака Милота Она охраняла этот магазин Пока продавщица там где-то обедала Пока хозяйка решила перекусить Она нам впарила целую утку, да? Все, подписывайтесь Подписывайтесь Да, да, да Погладили и сваливаются Я вас не прощу А как же второе фламинго? Все Молодец 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 Уже все красиво Молодец 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 Пока мы сделали привал на попить прохладной воды Потому что сегодня очень жарко А ходить мы сегодня будем очень много Я хотел заметить, что во всех магазинах 7-11 можно оплатить Месятам и Алипэн У нас есть такой способ оплаты И он нам очень сильно пригодится в следующей локации Куда мы уже практически приехали Ну и все Вот и начинается наш поход в парк Который называется Нонг Нуч Ребят, вы счастливы? Нет Пока еще нет Но сейчас зайдем и будем Смотрите, это динозаврик Видео Ума Турман Из Убитвила нет А это динозаврик Агент 007 Прикольно Но похоже Билеты мы купили онлайн На сайте trip.com Теперь их нужно поменять на обычный бумажный билет Пока нам оформляют билеты Здесь можно сканировать карту этого парка Что очень удобно Сканируем И будем по ней ориентироваться Вот в такой виде карта Можно приблизить Ну, такое себе, короче Где мы Не очень понятно Не онлайн, короче говоря Ну ладно Это лучше, чем ничего Нам уже выдали бумажные билеты И я вам хочу рассказать лайфхак От канала по странам И это не реклама Билеты мы купили на сайте trip.com Trip.com Вот по этой цене А официальная цена билета Вот такая Как вам такой расклад? По-моему Очень большая экономия Пойдем внутрь Посмотрим Как выглядит этот парк Мы что в парке юршского периода Смотрите, какой транспорт Это же явно для динозавров Вааа Прикольно Кктусы Ёлки с кактусов Это не просто кактусы Надо быть совсем тупой Чтобы так сделать Ну ладно Такое количество кактусов Жесть Смотрите, какие милашки Просто вау Я таких красивых кактусов Нигде не видела Данка говорит, что такие Кактусы обычно в мультиках нарисованы Реально, я таких огромных не видела Такие красивые деревья И на потолке Вот этот весь папоротник Вообще, атмосфера очень классная Боб с Данкой потерялись Кинули меня Поэтому этот обзор парка Я буду записывать одна Смотрите, здесь слоники есть Офигеть Смотрите, какой любопытный обниматель Мне прям страшно Он как будто лапает ее Прикольно, что они в такт качаются все Просто смотрите Интересно, зачем они так все вместе Одинаково качаются На входе мы видим слоников Но слоник-то, конечно, жалко Они все в цепях И с этими сягушками на себе Да Я, кстати, считала, что вообще нельзя на слонах ездить Типа это очень портит им спину В общем, друзья, лучше не катайтесь на слонах Это сомнительно вообще в плане всего Они используют их как такси Смотрите Мне кажется, это самый красивый парк, в котором мы когда-либо были Я похож на динозавра Вот с такой беседки залезают туристы на слона Словно такси Да Или слона рикши Нам что-то вообще не хочется Нам реально жалко слонов Я не знаю, лошадь приспособлена для этого, а слон в моем понимании нет Смотри, там внизу протостали Ого, смотри, там какие бивни у него Я впервые вижу слона с бивнями Вау А это все девочки, получается? Ооо, на женщинах таскают людей Ну, это шок, ребят Какие у него бивни вообще А я не пойму И он здесь на отшибе один стоит А все остальные девчонки вон людей катают Ну, как бы это весело Не, а он, что он с бивнями, смотри, идет тоже катает А, да, все-таки мальчик тоже участвует в покатушках Прикольно, что по всему парку расставлены такие вот статуи с прикольными Я не знаю, меня радует прям Динозавры вокруг, динозавры Да, старее, валим Да, там бидемоты Бидемоты Это, да, ну и динозавры тоже Смотри, они вылупляются прямо сейчас Офигеть Все, Данка теперь везде фоткает Интересно, а это что за динозавр? Данка говорит, что она здесь со своими друзьями Ну, мы пока что просто в полнейшем восторге Пока что это самый красивый парк, в котором мы были Как ты сказала, в полнейшем восторге? Да, я так и сказала Потому что мы идем с ветерочком в тени, внизу куча красивых растений Очень классно Афон Хэнштам? Данкам тоже в восторге Мне реально очень нравится Вообще очень необычная атмосфера И ты реально ощущаешь себя в парке юршеского периода Если бы там внизу бегали динозавры, я бы вообще не удивился Боб только что сказал про динозавров Ну, они тут почти и бегают Очень классно А знаете еще, что особенно классно? Что мы заплатили в два раза дешевле, чем стоят билеты сюда То есть на Alipay, как уже сказал Боб, скидка 50% практически Не на Alipay, а на Trip.com На Trip.com, если оплачивать с китайского Alipay Целая армия черепах Рубрика сильные эмоции Данка согнула дерево Нафига ты это сделала? Тут на каждом шагу какие-то статуи, какие-то клевые растения Нам с Бобом кажется, здесь два часа сильно мало, чтобы здесь погулять Мы читали в отзывах, что двух часов достаточно Нет, ребят, недостаточно Здесь можно реально полдня провести Это ж... чоу-чоу Чо-чо? Чо-чо Я прошу прощения, но сколько нужно выносливости, чтобы пройти здесь все? На счастье Как вам масштабы за моей спиной? Ну это вау Данка, вау Кивает, значит, вау Саняшка, а чо за порода динозавров? Он там вот, где вот крючком сверху Самый высокий, который такой черный Это какой-то краноцераптовс А че вы говорите, что они огромные? Они же вот такие вот Ну да, действительно Вот такие Букашки, да? На донышке Офигеть! Тут еще красивый какой-то парк с озером Здесь столько зон У нас глаза устали от красоты Жалобную книгу срочно! Срочно! Ну это потрясающе красиво Здесь какой-то, ну, гений дизайна Ландшафтного работали Видно, что за всем следят Все так чистенько, красивенько Это французский сад Это целая аллея с динозавриками Мне срочно хочется пересмотреть Мир юрского периода Вы хотите? Да, они хотят Мы будем смотреть мир юрского периода? Мне кажется, этот динозавр подозревает Что вы до сих пор не поставили лайк этому видео Поставьте по-братски Друзья, ну вы же помните День в день мы выкладываемся в телеграм и инстаграм Вот по этим QR-кодам Вы можете сразу туда переместиться А видео у нас выходит через неделю, через две После того, как мы посещаем ту или иную локацию Поэтому все в тележку и инстаграмешку Мы там уже все давно выложили Еще неделю назад А где мы сегодня? Тоже там! Уже не с динозаврами Мы, в общем, сначала думали, что Кактусы это было красиво Но мы не подозревали, какой шквал вообще Шедевральной красоты нас ждет дальше Шквал красотишек, красоти Красотичная красота Стоп, вперед! Не надо ехать в Англию! Погнали! Настало время вам рассказать историю появления Богданы Владимировны в нашем блоге Все произошло именно так Саняшка, камера там Да, друзья, она вылупилась из яйца динозавра Прошел час нашей прогулки Мы уже реально устали Но такое ощущение, как будто прошло Я не знаю Как будто мы прошли одну десятую парка вообще А сфотографировались на трех из тысячи локаций Я нашла лавку из натурального куска камня Смотрите Ну все, что-то на богатом Да? Круто! Кромозаурус! А это, как думаете, выдуманное или это реально было? Крокодил-динозавр Ну, небольшой такой Вообще не страшный, да? Вот мне интересно Если бы вы встретили такую птичку на улице Как бы вы... Ну нет, не вот эту в кепочке А вот эту, которая побольше Вы бы попытались убежать, наверное Но не смогли, мне кажется А называется она Девинсенция Девин... Девинсенция Ба-баб Блин, прикольно было бы, если бы Бао-боб Вот, это ты, воплощение дерева Правильно, не Бао-баб, а Бао-мужик Бао-баб Мужик коп Коп Блин, не переделывается Прикольно Новый вид Боба Три-пабабятерс На стриме Уже в эту субботу Сегодня Восемнадцать ноль ноль Вау Забежали в кофейню И здесь очень приличные цены Я могу сказать Пицца небольшая Но она стоит там В пределах ста бат Спагетти восемьдесят девять Спагетти разные там виды Мне кажется Вполне себе Очень даже ничего Будем кормить ребенка Ну-ка, расскажи Как тебе смузи Тут очень сильно много всего добавили Тут не просто манго шейк И не манго смузи Сироп Что-то кислитство Сладкое что-то В общем, намешали кучу всего Ну, съедобно Данка заказала карбонару У меня Есть такое подозрение Что-то просто разогрели Из-за морозки Спасибо Но выглядит, кстати Это Из Севенуэн Просто разогрел Стопудово А это Какой такой динозавр Здесь Какой-то очень старый Нет Тут тоже еще один Бегает Между камнями Танк А ты какой динозавр Доноцератопс Мы нашли Потомка Курицы Может это звучит Наоборот Курица Потомок Этого Сделано все настолько Максимально Качественно Что не до чего докопаться Поэтому рубрики Бомбяшка От бомбяшки Здесь не будет Обнажу До чего докопаться Рубрика Бомбяшки От бомбяшки Облезающий динозавр Ай-яй-яй На самом деле Мы шутим Парк просто Потрясающий Мы в таких не были Никогда Мне кажется Мы уже Десять тысяч раз Сказали Но И тут Барагузит на меня Данк тут бегает Прыгает Вообще просто На каждую На каждую табуретку Или на каждую Динозавра Буквально Запрыгивает Силы нас уже Немножко покидают Ну все-таки Жаришка Но посмотрите Как атмосфера Вообще Шикарно Просто Снизу Не менее Красиво Чем сверху Он сожрал рыбу А рыбу Размером с данку Блин Я похож на динозавра Я вписываюсь В этот модельный ряд Динозавр Разбобиус Что-то мне подсказывает Что их здесь сделали В реальную величину И еще очень красиво Вписываются Вот эти тайские Царские штучки А еще Очень красиво Вписывается Вот эта тайская Шикарная архитектура Выглядит Очень дорого Богато Данка уже устала Но она продолжает Свой путь И тут мы офигели Это топ 10 Самых Самых Красивых Садов В мире По крайней мере Так гласит Это Тоже достаточно Красивая надпись Силы покидают Нас Потому что Гулять Три часа По этому Огромному Парку Это просто Это вызов Это вызов Нашей выносливости Но Я вам так скажу Справляемся Мы офигово Ну Пляж Ой Пляж Все уже Но Парк Зачет Я надеюсь Вы будете Более выносливыми Чем мы Здесь есть Гольфкары На которых Можно ездить И Таким образом Вы конечно Сэкономите Кучу сил Стоит Это дополнительных Денег Здесь написано Что это было Около 80 бат Если я не ошибаюсь Вот Так что Можно в принципе На машинке Все проехать Мы решили Пешком Эта штука Это конечно Вызов Здесь написано Сейшела Написано Паунс оф зе Горолда Куча лосей Короче Ржака До этого Мы гуляли По лесу Камней А А это Короче Не то было До этого А вот то Вот это Вот то А то не то Да Все правильно Саняшки Все Мы поняли Кто Тут Ну все Красота Считайте Галочка Такая Жирная Галочка Что Я был В Стоунхедже Еее Так И здесь Еще Что-то Написано Давайте С вами Переведем Вот хожу Напитываюсь Вечной Энергией И никто Мне не может Сказать Что я Здесь Не была Как будто Это все Неправда Восхитительно Вася Восхитительно Понимаешь Саняшка Мы кажется Детеныш Своего Потеряли Ну как Своего Маего А вон Он сам Нашелся А знаете Что еще Круто Что мы Что мы Не толпимся В толпе Туристов Чтобы Это все Снять Это текст Саняшкин Били Я его Пересказали Да Вот Это и Хотела Сказать И Короче Тут Небиль Тут Небиль Тут Небиль Тут Бил Тут Бил Тут Небиль Тут Бил Тут Небиль Тут Бил Тут Бил Тут Бил Бил Хочу Сюда Пойдем А мы Всей Бланда Напоминаем Вам Чтобы Вы Подписались На Наш Канал Потому Что Этот Выпуск Мы Вообще Очень Долго Монтировали Очень Старались И Вообще Мне Кажется То Что Он Получился Очень Насыщенным И Классным Да Да Зацените Зоны Где Все Из Горшочков Сделано Мы Увидели Как Моют Слонников Здесь Смотрите У них Купашки Они Брызгаются Еще Иногда Прикольно Прикол Кайфуля Тут Прям Все На Потоке Как На Автомойке Только Это Слономойка Смотри Это Он Чешется Блин Он Не Сломает Качается За Вся Конструкция Просто Решил Почесаться Похоже На Игрушечные Машинки Честно Говоря Мы Зашли В Какой То Вообще Очень Крутой Гараж Модли Камера Аж 2 Аж 3 Аж 1 Вернее Тут Прям Все Экспедиционные Какие Тачки Красиво Очень Прикольно Даже Реальные Машины Не Макет Да Реальные Макеты Машин Ну Не Вот Это Клево Что Погнали На Такой В Трип Да Автопутешествие На Трехколеске Ну А что Норм Вообще Прикольно Класс В общем Мы Улыбаемся Хотя Мы Очень Устали Нам Очень Здесь Понравилась Локация Просто Попопушка Вы Согласны Абсолют Ли Ес Вот Я Это Не Придумала Друзья Как Вам Такие Цены Билеты Для Взрослого Шусо С Автобусом Семьсот С Шоу И С Катанием На Слонах Восемьсот С Буфетом Тоже Восемьсот Но Просто Вход И Буфет И Буфет Ланч И Автобус Тысяча А Соняшка Это Задолбается Все эти Цены Писать Поэтому Самый Дорогой Я вам Скажу Стоит Тысяча Пятьсот Это Буфет Ланч Тайская Еда Шоу Покатушки На Слонах И Автобус Тоже Включен Настало Время Привести Вот Это Все В Порядок И Впервые Подстричься В Таиланде А где Вы Думали Конечно В салоне Hairwell Мы Почитали Отзывы Вроде Неплохие Погнали Скажите Ваши Ощущения Удобненько Это До Что 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 Будет После Как Боб Объясняет Как Он Хочет Чтобы Его Подстричь Он Просто Показывает Видео Из Южной Кореи Там Где Его Подстричь Ну Очень Хорошо Я Думаю Ей Никогда Не Показывали На Виде Из Ютуба Своем Как Вообще Как Хочешь Подстричь В Неплохия Я Стрижка подошла к концу. Давайте посмотрим, как меня подстригли в Таиланде. Вот так меня подстригли в Корее, вот так меня подстригли в Пекине. Всем я показывал одну и ту же фотографию, как меня надо подстричь. Есть разница? Давайте теперь узнаем, сколько это все стоило. Нас часто спрашивают, как мы оплачиваем что-либо в Таиланде. В основном мы используем наличные, снимаем с карты UnionPay Газпромбанка. Это без проблем. Иногда используем иностранную банковскую карту, но это если она у вас есть. Если нет, спокойно снимайте наличные, здесь везде наличные принимают. В этом никаких проблем нет. Типец, Боба настригли. Здесь мы оплатили наши банковские карты. Такое я встречаю в Таиланде впервые. С нас взяли 3% сверху при оплате банковской карты. Наверное, проще было оплатить наличными, но это кому как больше нравится. А мы идем дальше. Сейчас будет происходить что-то просто невероятное. Вы даже не представляете, где мы находимся и зачем мы сюда приехали. Пойдем покажу. Это какой-то очень старый китайский супермаркет, который в Таиланде уже много-много лет. Но там есть кое-что для нас. Идем. Помимо того, что здесь огромный выбор всяких огурцов, как я не знаю, с малосольными. Соленые. Ну короче, вы поняли, консервированные. Маринованные. И, кстати, вот так вам на вскидку цена за 670 грамм 189 бат. Но мы еще не дошли до того, зачем мы сюда пришли, если вы поняли о чем я. Увелка. О, да. Тут написано на английском, а здесь на русском. Вот оно. Близкое сердце у вилочки. 175 бат. Две штучки. Это пипец, как дорого за гречку. Две штучки. Что ценяты? Берем? Больше года ее не ели. Захотелось. 50 пакетиков чая Lipton стоит 170. Бат. Это офигеть. Здесь еще меньше упаковочка и 163 стоит. Ну это пипец. Пипец. Любителям чая лучше брать в Таиланд свой черный чай. Пипец. И гречку. Вы готовы? Ну скажите честно. Вы готовы? Чёрный хлеб. Уф. Сколько стоит? 75 бат. 6 кусочков. Ну такое. Там еще есть другой. Посмотрим сейчас. Я его беру. А сколько? Сколько он стоит? Не пофиг сколько он стоит. 15? Да. Ну он. Аух. Ого. Ооооооо. Оооооо. Ооо да. Был бы еще он, как это называется, связь головы целый, вот то что она сказала 95 бат я бы прям здесь стал распечатывать и есть 95 бат черный хлебушек а такой 115 возьмем такой но смотрите если такой 80 бат прикольный как будто но мы будем тот наш советский багет ой тут багет слушайте 18 бат берем багет нет наверно не 18 не обманули 52 а тот 40 а в чем разница а мы сейчас сравним длина не разная-разная толщина разное все разное берем потолще за 52 блата прости и упала на прости жопа бога цены конечно высокие ничего не поделать но такого ассортимента мы больше не видели нигде да дорого нужно поделать но есть люди которые не могут без гречки мы не из таких но если вы такие вот в этот магазин приезжайте совсем недавно мы встречались нашими подписчиками и нам показали вот такую вот безлимитка называется кореян чакол грит и нам очень понравилось но в тот раз мы не снимали кстати дима и катя вам спасибо большое за эту наводку а в этот раз мы приехали сюда и все подснимем вам расскажем здесь есть несколько тарифных планов выберем один из них и пойдем пробовать идут можно выбрать разные вообще тариф от опер которая стоит 399 до платинума которая стоит 1999 1299 цените мы берем gold которая стоит почти 700 ватт да это немало но здесь включена рыбка это как раз свежий лосось который который какой-то особенно я сейчас уже забыл он вроде норвежский вот и мы планируем его съесть сегодня куба тонны пойдемте я вам все покажу это так называемый безлимитный буфет но он конечно подороже чем обычные бутылимитный буфета вот нам уже принесли как раз решетку с уголечками на котором мы будем готовить мы прекрасно что единственное что конечно соняшку я буду видеть вот так ну ничего можно вот так принесли уже корейские закусочки какие-то соусы и ждем мы заказали много конечно очень много лосося мяса все остальное вот в таких коробочках коробочки и вот мяско сейчас они что он продемонстрирует когда мы делаем вот так кладем и жарим каевчик ну красиво да ну что поделать безлимит она такая друзья же есть да ну вы понимаете ребята настроим уже я же не один я поэтому решили разорить это заведение надо перевернуть мясо мне кажется да на себе заказала как называется вот та вода вот как она сказала еще какую-то штучку ну и конечно тонны мяса рыбы нет еще не все ну что можно сказать мы обжора так друзья нам принесли хит этого вечера называется норвежский лосось который естся сырым потому что они есть у нас еще соевый соус но не потому что он вообще ест сырым ну и куча 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 всего ну вы поняли да почему мы не зажидели 700 бат друзья мы продолжаем готовить и есть и сейчас данка поделится своим впечатлением как тебе вообще это бездоминка данка нам за кадром сказала что если меня потом через много-много лет спросят почему я не ем рыбу то я покажу им это видео мы что-то психанули рыбы реально много мясо рыба вообще всего мы устроили себе такие майские я бы скажу при том что сейчас сейчас март я уже дешу на самом деле мы продолжаем есть потому что заказали заказывать здесь можно в течение полутора часов столько хочешь нон-стоп и все что хочешь но все что по вашему тарифному плану проходит ведь даже десертик не есть я не знаю хватит у нас на десерт хватит конечно мы с данкой повелителей десертов они сразу сказали да даже не подумали с кем я живу друзья минуточку внимание саняшка показывает мастер-класс как надо есть мясо саняшка по моему мнению очень важно берем австралийскую говядинку которую здесь подают складываем ее в нашу мясную тарелочку берем листик шелковицы берем 2 ломтика мяса кильчи вот такую вот здесь вот видно я вот кладу у себя она остренькая но я люблю поострее поэтому прям вот так побольше кладу и заворачиваю я сразу говорю я не уверена что именно так делают корейцы но мы что-то похожие видели когда путешествовали по южной корее это были вкусно очень-очень круто много мяса ничего но сразу за делают мясо таким пряным а листик просто все соединяем по вкусу такой как про вопрос теперь процедуру повторяет богдана владимировна давай что 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 надо еще положить правильно кимчанского я уже медленно говорю потому что я объялся мне тяжело говорить но вот эта утилизация это я понимаю друзья вы не думайте для нее криво камеру держу тут вот лампочка за которой заняшку не видно здесь в грибке ну это прям божественно и вернула возвращаемся к данке что там у нее ну как я вкусно и лист так себе острое зря кимчи добавила вы делаете выводы друзья кто не любит острый не слушать соняшку и не ешьте так попробуйте скажите как вам мой способ бриллиант или не очень ну данка хоть и листик так себе но решила продолжить эксперименты с листочками надо не вкусно же поможет макнешь соус поздно ну ладно умном-мном ты как это из этого адский кондитер калифатом донула ольга какая он только ну в общем вот вы видите фотку банка такая же нашим друзья смотрите здесь можно заказать ванилла айскрим с брауни мороженое брауни с клубникой но такого и вообще девчонки хотят пожарить маршмеллоу я не знаю где он находится они десерта где-то там вот девчонки хотят маршмеллоу пожарить на угольках но закажем три порции допустим добавим в корзинку банка ты какой будешь мороженое ты уже заказала а я буду вот такой вот клевая согласен пара поиск ты не знаешь пока закажем два саняшка тебе какое мороженое никакой не такой странно но тогда что отправляем в топку пио 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 вот так друзья делается заказ давайте я вам покажу целом меню что здесь можно заказать вот начнем с аппетизер ну короче как это правильно перевести даже не знаю предъела по-сербски ну как но в общем он здесь мы заказывали себе вот сашими но мы заказывали сразу так вот 9 порций ну чтоб жизнь была хороша еще же что-то еще что казали в общем здесь есть рис есть мяско какое хотите общая там было свинина это говядина очень много разных себя фут то есть это морепродукты тоже есть лосось есть шримс это у нас креветки но такие можно заказать дамбыш кривит данку больше не лезет таняшку не лезет стопудов есть чикен который видимо ты не пользуется популярностью виджета и был всякой травки и рис рис ну в общем все такое десерт и соусы в общем все ваши души не угодно вкусняшка подъехал а у даньки готовы меди данька меди с мороженым ням ням ну и сейчас я вам покажу как готовится еще одна калорийная бомба это жесть ребята сейчас делаем с вами горячий шоколад здесь вот крупица шоколада а я так понимаю в каком-то масле да это жесть но это так делается кладем прям сюда и ждем пока расплавится а потом мы берем эту вот палочку и будем плавненько перемешивать чтобы получился прям жидкий жидкий шоколад что мы с ним сделаем правильно мы поджарим маршнелло и опынем горячий шоколад уют зашкаливает после всего съеденного еще зефирками шоколадом ну вы можете сразу подписаться на наш канал мы невероятные кто-то посчитает что мы просто сумасшедшие кто-то что мы дорвались до халявы принципе это все так он и здесь чуть не сильно уже румянится потому что под конец угли уже они ну основной жар теряют но самое главное чтобы у нас расплавился шоколад и это очень вкусно друзья ой блин прикиньте маршмеллоу газовыми это раз плавится надо ее побольше зажарить нежненько это вкусно мы изверги мы закормили ребенка нам так сегодня прилетел вот этот комментарий мы говорим и мы ответили что нет нет мы не закормлю и в этот же день мы пошли везде нитку и данка объелась так что и плохо это не специально не специально мы потом вспомнили но да данка сейчас мне кажется прибывает в такой даже уже не эйфории просто на как питон мама двигается и переваливает ребенок даже отказался от зефира прикиньте шоколадом нанка будешь зефирку буквально две минуты назад она куда а сейчас она говорит не трогайте меня блин ну если мы злые напишите комментарии об этом если мы изверги да 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 от одного до десяти наша наша жестокость по отношению к даньям без лимону максимально на наешь сколько хочешь даночка заказывает чё хочешь данка такая бегем по кривески миди и все в одну маленькую данку мейкорские свои 54 килограмм превратилась в 65 если вы не слышали а вы не слышали то что данке нет микрофона она сказала что она из своих 54 килограмм уже превратилась в 65 так друзья ну нам подошли сказали что ваше время окончено вы можете сидеть но оплатить как бы ну вообще-то надо за таким мучением и хватить сейчас посмотрим какая будет окончательную сумму потому что здесь есть все налоги мы сейчас увидим и вышло нам все две тысячи пятьсот семьдесят восемь почему непонятно потому что вот что вот это вот нам прибавили что это то из того что у нас осталось еда когда закончилось время нас оштрафовали на 200 бат но в целом я полагал что может быть такое что нас оштрафуют говорил девчонки надо съесть но все сказали мы не можем уже этот лосось есть ну реально невозможно поэтому случайно заказали больше просто так получилось каждый просто заказал поводу именно лосося мы не договорились по поводу всего да а по поводу лосося случайно нажали вот такая фигня друзья не ходите в безлимитки нам тяжело говорить я не знаю как мы пойдем и вообще байк нас наверно не увезет помогите здесь маршмелло стоит 90 ватт мне кажется мы только что безлимитки изданка съели такую пачку вам же интересно как называлась эта безлимитка называлась она сукиши обожриши называется живот паравиши нас они вообще я еле иду я вот так вот иду как пингвин и данка такая же вот так выглядят люди которые были в безлимитки девчонки я нашел безлимитку еще круче пойдем со мной да да вот смотрите ну тут есть рис манго саняшка как ты любишь смотрите наич план такой заходим платим силер по это какой-то гол получается и едим рыбу я не смогу не что такое что девчонки что никакой сырой рыбы готовые рыбы никакого паштета рыбного вообще ничего почему я пойду выдайте мне пожалуйста же всего здесь дать я пошел ну там это договорить ребята каждую субботу у нас проходят стримы и там можно выиграть разные призы интересные футболки разные шляпки и мы частенько отправляем людям открытки потому что это частичка путешествие частичка тепла от нас поэтому мы сейчас вот очередной раз выбираем такие вот красивые открыточки покупаем сразу много потому что у нас победителей много и смотрите какие классные покупаем и буду подписывать с любовью отправлять всем победителям от канала по странам ну если кому интересно открыточки стоит здесь по 35 бат это не самая низкая цена но они красивые да обычно продаются просто фотографии но мы решили сделать отправить то есть вот такие прикольные открыточки которые можно собрать вот в такую фигурку мы решили их нет такие не покупать не отправлять потому что подумали что это прям пылесборник ну и стоит они 129 бат кому интересно друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайки из паттаи еще выйдет несколько выпусков увидимся в них а пока мы говорим вам не прощай а до свидания мимо всех поцеловали обняли приподняли пока пока а 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 и а Субтитры сделал DimaTorzok